Добрый, добрый день. Так, все, запускаемся. Друзья, как видно, как слышно. Обратную связь. Так, отлично, отлично. Юрия, приветствую. Так, ну что, друзья. Друзья, 29 ноября 2017 года, среда, поэтому, как обычно, в 13.00 у нас технико-экономический вебинар. Соответственно, последние новости проекта Skyway, которые доносим и комментируем мы с вами, мы с Алексеем Суходоевым для вас. Ну и, соответственно, много сейчас кипело страстей на этой неделе по поводу официальных, неофициальных новостей, по поводу официального, неофициального представления. У вас, друзья, то есть мы с Алексеем являемся членом управления совета директоров Skyway капитала инвестиционного фонда, который привлекает инвесторов и инвестирует в проект Skyway. Соответственно, мы несем ответственность за ту информацию, которую мы доносим с точки зрения ее достоверности. Мы несем ответственность за ту работу, которая организована по привлечению юридической чистоты всех схем. Ну и, соответственно, несем ответственность, что те инвестиции, которые идут, они доходят до Экотехнопарка, Экотехнопарка, где ведется строительство. Соответственно, друзья, сегодня, 29 ноября, очень знаменательная дата. Естественно, что не мог я ни обойти, ни, соответственно, никак не задеть эту тему, потому что, друзья, это, конечно, очень значимое событие в жизни всего Skyway, в жизни проекта Skyway. И лично, я могу сказать, генерального конструктора Антона Дарча Юницкого. Ну и как мы уже к этому, ну, скажем так, имеющие некое отношение, мы с Алексеем непосредственно участвовали в запуске на первом пробном прогоне Юнибайка. Это было 29 ноября 2016 года. Это, друзья, для нас очень важный момент. Ровно год назад мы это называем именно днем рождения, днем запуска проекта Skyway, потому что начались первые ходовые испытания. Первый прогон, конечно, был 27-28 ноября, там у нас даже есть некие записи, но это все-таки был такой технический прогон не для тех, кому это было продемонстрировано. 29 ноября было несколько делегаций. У нас была делегация с Филиппин, у нас была делегация с Израиля, у нас делегация была с Канады, у нас делегация была с Чечни. Саша Мосин приезжал с... С Филиппин, у нас был комитет по туризму, он был как представитель соответственно в экотехнопарке. И это, может быть, кто-то ожидал, что это будет более зрелищно, кто-то ожидал, что это будет более, ну как-то там с фейерверком. Нет, друзья, это было начало рабочих ходовых испытаний, при этом, как вы помните, что путевая структура была еще не до конца подготовлена, то есть не было ни натянутых струн внутри, ни бетона. Но, тем не менее, Unibike был показан, и с этого начались ходовые испытания подвижного состава. Через некоторое время уже своим чередом также встал уже на путевую структуру Unibus, потом Unicar, потом мы видели на Экофесте уже Берельсовый Unibus 48-местный, сегодня готовится к выставке уже, и в Беларуси был показан, сейчас готовится к выставке «Транспорт России», это трехсекционный 18-местный Unicar, и дальше вся эта линейка разворачивается, делается в репортажах, мы все это видим, и, соответственно, можем анализировать. Друзья, чем очень важен, и, скажем, я хотел бы акцентировать внимание на запуск 29 ноября 2016 года именно Unibike. Буквально полгода за этого, в июле месяца мы обсуждали и именно коллегиально пришли к решению о том, что Unibike это будет наиболее сегодня перспективной и востребованной вещь для того, чтобы и войти на рынок, и для того, чтобы продемонстрировать все возможности технологий. Соответственно, после определенного анализа, Unibike, как генеральный конструктор, принял решение об изготовлении, и дальше все происходило просто с колоссальной скоростью. Буквально через месяц мы увидели первые рабочие чертежи, через два месяца началось изготовление, а через четыре месяца, друзья, в сентябре 2016 года, эта машина уже была продемонстрирована и на трансе в Берлине. То есть вот сейчас вы ее видите, эту машину. Соответственно, это унифицированная транспортная машина, электромобиль, рассчитанный на один, двух, максимум трех пассажиров, если говорить о таком семейном варианте. Но это абсолютно открыло новую эру в направлении именно легкого электротранспорта, транспорта второго уровня. И вначале это позиционировалось как легкая прогулочная система, то есть для занятия спорта и туризма. Со временем это уже стало как подвижной состав индивидуального перемещения, но, а дальше уже когда появился на этой же легкой путевой структуре и 14-местный Юнибус, сейчас 18-местный Юникар, дальше готовится уже до 48 мест электромашины. То есть это уже стало самостоятельным транспортом, но он дал целое направление и целую унификацию именно легкой системы. И Юницкий, как генеральный конструктор, он это направление разрабатывал еще десятки лет назад. То есть я видел чертежи эти еще в начале, когда мы с ним только познакомились, а эскизы я видел еще, которые были десятилетней давности, до того, как мы с ним начали эту тему обсуждать. Но именно как направление, которое сегодня будет активно развиваться, оно в июле 2016 года зародилось, и в сентябре уже, точнее, в начале, в мае где-то 2016 года зародилось, и в сентябре уже было показано и на трансе в Берлине, и в ноябре, как мы уже с вами видим, 29 ноября оно встало на испытания. Почему это очень важно, друзья? Тут очень много сейчас обсуждается и говорится, и я прокомментирую вопросы, и определенные там и умники, и так далее, обсуждают вопросы, связанные с изменением планов развития компании, с меморандумом, который был задекларирован в начале 2014 года, когда мы начали выходить на краудинвестинг. Друзья, это отчасти, конечно, все имеет место быть, но, друзья, темпы развития и то, что сегодня требует от нас развитие проекта, они очень быстро и оперативно меняются. И в начале, когда запускали, то предполагалось, что вот эта легкая система, второстепенная система, как считалось, она будет реализована после того, как будет показана грузовая система, высокопроизводительная, потом скоростная, низкоскоростная, городская и высокоскоростная, и только потом дело дойдет уже до следующих модификаций, в том числе и унибайка. Но, друзья, по мере того, как стал развиваться проект, стало очевидно, что очень многие вещи меняют несколько приоритетов, и генеральный конструктор Радионидский понял, что на сегодня с легким транспортом это новая ниша, и самое главное, что это новая унификация. Но, друзья, тут очень интересные цифры, которые стали потом возникать, и те, которые сегодня мы уже декларируем, показываем, что сегодня пропускная способность одной такой легкой трассы 300 тысяч пассажиров в сутки, это соизмеримое светкой метро, а по цене это в сотни раз дешевле, в сотни раз дешевле метро, которое есть. Поэтому это родилось новое направление, которое абсолютно новую нишу стало для себя формировать. Ну, а дальше уже, когда мы увидели Юникар производительность 20 миллионов тонн в год сыпучих грузов, потом 50 миллионов тонн сыпучих грузов, это, друзья, уже не такие уж игрушки, не такая уж легкая система. И, соответственно, унификация, когда было построено сначала участок прямолинейный с промежуточными опорами 40 метров, а потом уже тремя пролетами 200, 400, 200, эта система была закольцована, и таким образом возникла новая система, которая показала и высокие углы, большие углы, и, соответственно, без промежуточных опор пролетов 400 метров. А и на трансе Виктор Бабурин при разговоре с вице-президентом Сименцев декларировал уже с консультацией с Юницким и 500 метров, и километр, и даже до 3 километров стояния. Дальше, друзья, мы буквально с вами в течение этого месяца видели интервью Михаила Кириченко, генерального конструктора, где он показал новые материалы и показал новое применение для легкой системы, где путевая структура уже для юнибайка и юнибуса становится толщиной, ну, буквально, наверное, вот как мобильный телефон, может быть, чуть потолще, чем обычный мобильный телефон. Соответственно, это новое направление. Это сразу и показывает, что Skyway, как именно острие науки, втягивает в себя все, что новое возникает. То есть, если возникают новые углеволоконные материалы, которые обладают высокой прочностью, очень легкие, то, соответственно, они могут быть применены в Skyway. И представляете, путевая структура, которая становится десятки, сотни раз легче, но при этом прочнее, насколько это, опять же, становится более совершенной технологической системой, которая становится более легкой в изготовлении и более долговечной эксплуатацией. Это тоже направление, которое сегодня показывают. Мы за это время, друзья, с вами увидели, это все тоже в течение этого года, когда вошел новый концепт, мобильность сначала 4.0, который мы уже реализовали в Эко-технопарке, с элементами мобильности 5.0, когда можно, передвигаясь, заниматься спортом, где Адриан Камоца, наш друг и партнер, вместе с Ниной, сначала подругой, теперь уже верной спутницей с женой, показал о том, что можно заниматься спортом, перемещаясь. Это новые абсолютно технические решения, которые ни один другой концепт транспорта реализовать не может. И, соответственно, в совокупности, друзья, мы вышли на новые горизонты, а дальше, когда Юницкий уже начал декларировать о том, что сейчас уже проектируется пятого поколения транспортной системы, где Юнибайк может уже осуществить функции не только как самостоятельного транспортного средства, но и как уже индивидуального купе в более скоростном транспорте, это новый подход. Соответственно, родилась новый концепт Unite Model Personal Space, то есть это персонального мобильного пространства, которое объединяет в себя все, и индивидуально движущиеся средства, и возможность заниматься спортом, и персональный компьютер, и создание персональной атмосферы, необходимой для каждого человека. Это все, что пошло, друзья, в развитии, и это то, что как раз стало сегодня наиболее востребованным, и это как дополнительное направление, которое идет и к традиционным грузовым перевозкам, которые Юникар продемонстрировал в уникальной форме о том, что сегодня очень легкая система, которая легко монтируется, легко строится, может прийти в любые труднодоступные месторождения, и эти проекты сегодня отрабатываются. О том, что сегодня может создаваться легкая путевая структура, это альтернатива метро, но при этом сотни, друзья, еще раз, это не пустые слова, это в сотни раз дешевле, чем традиционное метро, и в десятки раз дешевле, чем воздушный трамвай. Поэтому, друзья, это все развивается, делается, и сегодня уже идет третий этап сертификации, идет вовсю уже подготовка к серийному производству, и тут уже проекты, которые готовятся с использованием этой легкой путевой структуры. И здесь мы, конечно, не головная компания, которая ведет основные бизнес-переговоры, это прерогатива Андрея Дуарчева, Виктора Бабурина, но мы тоже готовим сегодня ряд проектов, которые потом могут выходить уже и выйти в реальный бизнес-проект. И вот один из их сегодня возможных заказчиков, который вступает, и мы буквально через 10 дней летим на переговоры уже в Швейцарию, как раз это связано, и с уже юридическим оформлением, все, что связано с крипто-направлением, и с первыми адресными проектами, заказчиками, где могут наступать уже именно власти Швейцарии, как легкой прогулочной системы, которая будет менять концепцию туризма для Швейцарии. И естественно, что все это стало возможным только благодаря работе, которая проделана, и та, которая сегодня выходит уже на такую промышленную основу. И здесь как раз, друзья, это можно сказать, как некое ответвление, а можно сказать, что это в развитии идет, потому что скоростная система, она проектируется, делается, очень много задает вопросов, когда начнется строительство, что, друзья, я могу сказать, строительство не прекращается в экотехнопарке не на секунду. Проектировка трасс и проектировка опор идет. Изготовление и подготовка к изготовлению скоростного подвижного состава идет, тем более, что к инотрансу 2018 года скоростной модуль уже должен быть продемонстрирован. Соответственно, такие планы есть с рядом еще очень интересных технических решений, которые будут показаны. Соответственно, само строительство, так как это уже масштабная стройка, и она не может начаться и осуществляться частями, то она будет тогда, когда на это будет соответствующее полноценное финансирование. И я думаю, что весной этого года строительство скоростной трассы начнется полным ходом. Хотя, как вы уже видите, и как мы всегда говорим, что жизнь может вносить определенные корректировки. Как ускорять какие-то процессы, связанные с направлениями, так и отодвигать на второй план то, что сегодня не является, скажем так, первоочередной задачей для того, чтобы выйти на заказчиков и на конкретных крупных инвесторов. Поэтому здесь, опять же, если полемизируя или, скажем так, отвечая на вопросы, что речь шла, мой адрес конкретно идет, что о закрытии технологий в 2016 году, вот сейчас в 2017 году, который заканчивается, и где эти крупные инвесторы, где эти крупные фонды. Здесь, друзья, я как раз очень соглашусь, у нас там Николай Фустов очень много пишет, такой очень грамотный наш инвестор, еще много людей, которых я уже знаю изначально, с самого начала 2014 года, и которых нельзя назвать новичками, которых уже обвиняют, что у них возникла некая усталость от инвестиций в Skyway. Во-первых, это, по-моему, большая глупость, какие могут возникнуть усталость от инвестирования. Может возникнуть усталость от ожидания, что мы все вот ждали, что инвестировали в 2014 году, а сегодня мы уже должны были все получить миллионы и триллиарды, а проект все развивается и развивается. Но здесь, друзья, надо быть и реалистами, и четко подходить к тому, что происходит. И если возвращаться к закрытию финансирования, то такие возможности и такие предложения были и в 2016 году, и в 2017 году, и в начале, и в середине, и сейчас тоже. Но все эти предложения, они по разным причинам, они отвергаются, и основная задача, это чтобы сохранить именно приоритет, и сохранить именно защищенность тех акционеров, которые пришли в самом начале. Потому что, когда Юницкому предлагают войти в проект крупному инвестору, но при этом будут ущемлены интересы тех сотен тысяч инвесторов, которые вошли уже на небольшие инвестиции, конечно, это неприемлемо. А каждый крупный инвестор, который входит сегодня, он требует того, чтобы были защищены только его права. И это отчасти как раз, друзья, о том, что мы действительно предполагали, и действительно вели, и сейчас ведем переговоры с крупными фондами и с крупными бизнесменами, чтобы они входили. Но, друзья, мы каждый раз напарываемся на одну и ту же проблему. Каждый крупный, кто входит, его не интересует то, что сделано для него. Так было и до того, как вели краудинвестинг и пытались запустить бизнес с крупными бизнесменами. Я не буду сейчас их перечислять, не буду называть с кем и как мы это работали. Только на моей памяти порядка десяти раз Юницкий создавал компанию, запускал бизнес и он заканчивался именно по той причине, что крупный бизнес и крупный инвестор начинал диктовать условия. И за это время, конечно, также выставлялись требования о том, чтобы сегодня именно приоритет был того крупного инвестора, кто входит сегодня. Хотя, друзья, сегодня они ведут речь о вхождении только тогда, когда нами с вами уже построено, когда продемонстрировано, когда есть на что смотреть, есть что испытывать, и только сейчас они принимают решение. И то они выставляют определенные условия. Естественно, друзья, что, может быть, я приоткрою какую-то вещь, но я могу сказать, что это неприемлемо. И поэтому, по этой причине и отказались, когда пытались войти арабы, но требуя контрольный пакет технологий, Юницкий просто перестал вести переговоры. И в этом году было два предложения о том, чтобы полностью закрыть вход, но на неприемлемых именно, друзья, еще раз повторюсь, именно для тех партнеров, которые вошли на ранний этап. И поэтому сейчас, может быть, несколько идет вопрос о том, чтобы продолжать дальше краудинвестинг, но исходя из того, чтобы все интересы были защищены. И здесь мне очень нравится комментарий и очень позиция наших друзей, партнеров, которые говорят, друзья, потому что сегодня у нас есть возможность инвестировать, это значит, все больше и больше людей войдет в проект. И сегодня, опять же, друзья, это я могу сказать со своей точки зрения, что когда мы начинали в 2014 году, в марте, в феврале, краудинвестинг, я в него слабо верил. И я считал, что профинансировать можно только крупный бизнес. Сегодня, когда практически через 3,5, а скоро уже 4 года, как мы ведем проект и тех результатов, которые мы добились, я могу сказать, что это мог сделать только краудинвестинг. Это единственное правильное решение. И сегодня у нас уже идут определенные противоречия. Я сегодня являюсь сторонником того, чтобы и дальше продолжать финансирование краудинвестингом и не привлекать сегодня ни крупные государственные структуры, ни крупный бизнес. Что сегодня по мере того, как увеличивается приход сегодня партнеров, акционеров, как все становится более очевидным, то и дальше продолжать финансирование краудинвестинга. Другое дело, что, друзья, это, конечно, не те объемы. И сегодня несколько сдвижков по срокам, она определена только одной причиной. Это не те масштабы и не те объемы финансирования, которые предполагались в 2014 году. На это есть объективные причины. Есть реальные, которые преодолеть невозможно. А есть причины, которые зависят от организационной нашей системы. И мы постоянно сталкиваемся, конечно, друзья, вы все помните ту историю с Литвой, которая практически на год отодвинула сегодня работу, но она стала и большой школой, и большим уроком, и большим юридическим уроком для нас, кто дальше стал двигать этот проект. Но и, соответственно, друзья, сейчас ряд нюансов, которые постоянно и постоянно возникают. О каких-то вам сообщаются, вы знаете. О каких-то лучше сегодня не упоминать, чтобы не дразнить ни наших недругов и наших троллей. Вы, наверное, все понимаете, что проект очень непростой, он идет очень сложно, но те результаты, которые, друзья, мы с вами демонстрируем, те результаты, которые мы с вами видим, они, конечно, дорогого стоят. И сейчас еще рано говорить, еще только последние дни ноября, у нас еще целый месяц на подведение итогов. Мы с вами сделаем и итоговые вебинары, и итоговые конференции. У нас 9-10 декабря конференция будет Skyway Capital в Москве, соответственно, в комплексе Измайлова. Мы начнем там предварительно подведение итогов, но я почему говорю еще рано подводить, потому что за декабрь произойдет еще много-много событий, которые надо будет в комплексе и в конце года уже анализировать и говорить как единое звено. Есть еще ряд очень серьезных встреч и поездок Виктора Бабурина. Сам инженер Юницкий будет на очень важных переговорах сразу после «Транспорт России» выставки участвовать в очень серьезных, я бы сказал, судьбоносных переговорах. Мы с Алексеем будем проводить ряд переговоров и в Словакии, и в Швейцарии. Соответственно, еще много событий, которые произойдут. Но сейчас можно однозначно сказать, что компания активно развивается. У нас более чем из 240 стран мира инвесторы. Мы взяли на себя именно как команда и как ее лидер Юницкий на себя обязательства, и эти обязательства выполняются с точки зрения развития проекта. И дальше те направления, которые мы отрабатываем, и мы уже начали с Алексеем обсуждать, и мы вам доводим информацию, все, что связано сегодня с крипто-направлением, с применением технологий блокчейн. Это все деление времени, без которого сегодня дальше развивать практически невозможно. Тут я тоже прочитал определенный упрек в том, что вот когда вы начинали в 2014 году, то ни о каком крипто-направлении не говорили. То есть говорили про традиционные биржи, говорили про традиционные банки, традиционные фонды. Почему это вы в 2017 году стали ориентироваться именно к крипто-направлению и блокчейн? Ну, во-первых, друзья, в 2014 году это направление только-только двигалось, и к нему еще все присматривались, и мы в том числе присматривались. Это раз. А во-вторых, друзья, не надо забывать, что сама концепция и электронных денег, и распределенного реестра, и система электронного учета, она Юницким описана еще в 1989 году. И эти работы мы все сбрасывали, поэтому это идет в развитии. И, по сути дела, то, что подошло время, и время использовать новые технологии сегодня и в получении и хранении информации, и в том, что сегодня может быть использовано в самой технологии Skyway, это, друзья, абсолютно закономерно. Ведь никто не будет отрицать, и не то, что отрицать, друзья, это абсолютно глупо сегодня говорить, потому что изначально, еще в всяком случае задолго, как многие из вас услышали о Skyway до 2014 года, это еще начиная с 2008 года, появился такой термин, как транснет. Транснет – это сеть следующего поколения, которая идет за интернетом, это материальное воплощение, перемещение товаров и услуг, в основе которой, естественно, лежат струнные технологии инженерной школы Юницкого. Естественно, что это все Skyway. И дальше, и определение транснета – это транспортный, энергетический и информационный коммуникатор, то есть тот, который перемещает товары, услуги, пассажиров, энергию и информацию. И это с 2008 года этот термин закрепился, мы закрепили его и инженерной школой, и тем, что дальше экономическим направлением, которое развивалось, и это легло в основу описания уже шестого технологического уклада, о том, что это является основой экономики и технологии 21 века. И это все, друзья, шло в развитии. Дальше, начиная с 2014 года, с 2015 года, резко пошло развитие информационных технологий, те, которые пошли именно с развитием блокчейна. И тогда стало понятно, что накладывая на уже существующие коммуникационные системы, то есть транспортную, информационную, энергетическую, дальше многократно, особенно Алексей любит это говорить, это социальная сеть, которая сегодня накладывается. Дальше, это финансовая сеть, которая обслуживает все внутри. И сейчас то, что это родилось и увязалось в единое понятие Transnet Space, это единое пространство, которое находится внутри коммуникационной системы. И естественно, что там и своя система расчетов, и своя система социальной сети, и своя система, даже платежная система. Поэтому это стало ранжироваться на целые понятия, там где есть транспортировка пассажиров, там где есть транспортировка грузов, там где есть транспортировка информации, там где есть своя платежная система, соответственно это SkyPay или TransPay, как угодно можно называть. И соответственно сегодня то, что увязывается в единое пространство это TransNetSpace. И естественно, что сегодня описывая это пространство TransNetSpace мы делаем очень глубокий анализ. И я могу сказать, что сегодня, когда мы обосновываем экономику именно крипто направления, обосновываем экономику того, что сегодня будет создаваться внутри TransNetSpace, мы используем все понятия, которые сегодня родились внутри техника инженерно-экономической школы Юницкого. Это и само понятие струнных технологий, и само понятие SkyWay, и понятие TransNet, и то, что это расширилось потом до понятия TransNetSpace, и соответственно использование всех видов сетей коммуникации, которые есть. Это и сеть грузовых перевозок, включая транспортные, соответственно контейнерные и сыпучий груз. Дальше это сеть пассажирских перевозок, которая в себя включает и низкоскоростные городские, и межгородские, и высокоскоростные. И сегодня мы уже не раз говорили, друзья, подходим вплотную к тому, чтобы уже обозначить гиперскоростные, то есть со скоростями более 1200 км в час. Это тоже, друзья, все увязывается в одну систему. И дальше сегодня уже родилось понятие TransService, то есть это вся сервисная система, которая находится внутри темы, которая увеличивает капитализацию. И все это сейчас, друзья, замыкается уже системой именно учета и расчетов. Это уже с технологией блокчейн, то есть когда идет оцифровка каждой транзакции, каждого действия, занесение записей в блоки для того, чтобы все это было использовано в едином пространстве. И сегодня я могу сказать, что тот концепт, который уже вышел и готовится к тому, чтобы представлен быть и капитализироваться, он идет как в развитии. И все это, друзья, невозможно без того, если бы мы с вами не сделали Skyway, если бы мы с вами не сделали возможным демонстрацию технологии и не была налажена та система, которая каждый день дает новости. Просто за эту неделю, друзья, когда выйдет наш боевой листок, мы там будем вставлять обязательно те ссылки на новости, которые прошли, друзья. Это и демонстрация сегодня уже элементов путевой структуры для грузовых разворотных участков путевой структуры. Для тех, кто обращал внимание, видели, насколько это интересное и концептуальное решение. И завершение сертификации, которая сегодня идет. И еще ряд новостей, которые за эту неделю вышли, мы их обязательно будем вставлять в этот листок, поэтому используйте его просто как обновить в памяти информацию, которая была. И в то же время, чтобы можно было комплексно донести до ваших партнеров, до ваших, скажем так, потенциальных последователей, то, о чем, чем занимается Skyway, на каком уровне находится и что мы сегодня предлагаем. Поэтому дальше следующие этапы, которые нас ожидают в ближайшее время. Это, конечно, друзья, адресные проекты. Мы про это много говорили и в начале года Юницкий, когда делал поздравления, сказал, что порядка 20-30 проектов адресных будут запущены в этом году. И мы подведем, конечно, итоги, сколько у нас проектов в работе. Но я думаю, что мы примерно в тех параметрах идем, может быть, даже чуть больше адресных проектов, которые сегодня уже в разработке и которые на следующий год перейдут уже в стадию строительства. Конечно, это самый сложный момент, как перейти от проектирования и предварительной стадии предпроектов в стадию строительства. И на сегодняшний этап можно сказать, что мы вплотную к этому подошли. И то направление, которое сегодня естественным образом переходит из краудинвестинга 1.0 в краудинвестинг 2.0, это мы вводим определенные такие понятия, мы любим с Алексеем это делать, так же, как в прошлом году на транспорте России с Высшей школой экономики, потом с Академией Сколково обсуждался вопрос мобильности 4.0. И все, что было представлено, оно не подходило под это понятие. И в прошлом году мы еще только на той выставке только приступили к испытаниям, мы показали, что 4.0 мы в принципе уже готовим. И дальше уже эта концепция развелась и так оформилась, когда Адриан Камоцци занимается спортом и показывает о том, что занятие спортом может быть совмещено с выработкой электроэнергии и с перемещением. Вот это как раз полноценное оформление и концепции 4.0, то есть безопасное абсолютное движение и экологичное абсолютное движение. И этим сразу заложили новое понятие мобильности 5.0, то есть это понятие мгновенного перемещения, когда можно ехать, заниматься спортом, можно ехать, работать на компьютере, можно ехать, завтракать или ужинать или просто спать. Соответственно, это все новые концепты сегодняшней транспортной реальности и на выставке «Транспорт России», которая будет через неделю 6-7-8 декабря, где будет посещение первых лиц государства этой выставки, соответственно, где Skyway будет представлен одним из самых интересных стендов. И я думаю, что следующий вебинар 6 декабря, это как раз будет среда, я постараюсь провести, посмотрим, как будет Алексей, у нас перемещение будет, если Алексей сможет подсоединиться с Алексеем, если нет, значит я буду проводить его прямо с выставки «Транспорт России», прямо с нашего стенда на этой выставке, соответственно, в 13 часов вы увидите откуда включение и, соответственно, все, как это будет выглядеть. Перископка, конечно, будет обязательно. Получится ли общение или доклад для наших первых лиц, друзья, это покажет только время. В прошлом году мы с Анатолием Доваровичем 8 часов прождали Медведева на своем стенде, ну, не знаю, к счастью или не к счастью, он на наш стенд не подошел. Почему к счастью или к несчастью? Потому что только что сказали про десятки адресных проектов, это фантазия ведущего, нет, это не фантазия ведущего, сейчас в разработке идут десятки и десятки адресных проектов. Еще раз могу повторить. Соответственно, все они в стадии проработки. Тут Путин может подойдет, ну, друзья, все в этой жизни может быть, то есть, но, скажем так, инструкции по поводу того, что надо делать, если вдруг появятся эти люди, нам довели прям, так сказать, подойдет. Мы заинструктировали до слез. Так вот, друзья, в декабре, 6 декабря, это я просто одновременно сразу сказал, что и вебинар проведем, и будем готовиться к демонстрации, соответственно, для первых лиц нашей концепции Skyway. Там будут очень интересные стенды, именно ролапы, я вам их тоже обязательно покажу, когда будем включаться и в Перископе, и стенды. Ну и, соответственно, дальше, друзья, 7-8 будет очень много делегаций, будет очень большая работа, будет несколько подписаний соглашений с мэрами, губернаторами, научными центрами по тому, как дальше будет развиваться Skyway. Дальше, после этого, прям с выставки, Антур Дович уезжает на, я бы сказал, эти очень серьезные, судьбоносные переговоры по проекту Skyway. Куда, друзья, как вы понимаете, мы уже перестали об этом говорить, и это само будет только по факту доведено, что и как вместе с результатами. Ну а мы, соответственно, с Алексеем еще, я говорю, у нас будет дальше 12-го, мы будем выступать в очень интересном мероприятии в Братиславе, где будут студенты уже выпускного курса представлять свои выпускные работы с использованием струнного транспорта со Skyway. Поэтому мы там уже даже будем отчасти участвовать в оценке этих, уже не курсовых, а выпускных работ. 5-5 групп студентов сегодня пишут работу по Skyway. Это, как мы говорили, что год назад мы заключили соглашение между ЗАО «Струнные технологии» и Техническим университетом Братислава. Ну и, соответственно, эта вот работа сейчас ведется. Для нас это просто как, ну, скажем так, научное интересное направление. Во-первых, со студентами всегда общаться. Во-вторых, интересно, в каком направлении они развиваются. Ну и, соответственно, такая научная вещь. Вот. И оттуда уже Швейцарию для оформления первого адресного проекта уже с заказом легкой трассы. Ну и, соответственно, подготовка всех юридических нюансов. Ну вот, друзья, давайте на этом я буду заканчивать. Я передам слово сейчас Алексею. Он, как всегда, со своей точки зрения дает комментарий, анализ и развитие того, что будет сделать. Он несколько, если у вас интерес к этому не пропал, всегда дает комментарии, направления, связанные с направлением блокчейна и криптовалюты, потому что он здесь основной, скажем так, сейчас движущая сила и координирующая сила, которая замкнула сегодня все направление, которое сегодня сделает. Поэтому, друзья, передаю слово Алексею. Я, как всегда, в конце буквально 3-5 минут обобщение, что нас ждет в ближайшее время. Алексей, тебе слово. Благодарю, Сергей. Здравствуйте, дорогие друзья. Напишите, во-первых, как меня видно, как слышно. Всех с праздником поздравляю, потому что это действительно наш всеобщий праздник. Даже не верится, друзья, что прошел год. Буквально вот это было, ну не год, несколько месяцев назад. Но вообще действительно событие развивается супербыстро. И то, что вот в 20-х числах, то есть 29 ноября был прогон, если не ошибаюсь, такой вот первой официальной юнибайка, то, что действительно подвижной состав, машина, не побоюсь этого слова, транспортный робот мирового уровня и действительно прорыв в мировой роботизации, в мировой транспортной индустрии, инфраструктурной индустрии. Также IT-индустрии, просто об этом еще мало кто думает, возможно догадывается. Действительно он уже прошел. И это событие мы осветили достаточно, я считаю, мощно, достаточно красиво осветили. Очень плодотворно у нас образовались сразу и выставки, и на транспорте России сразу представили. Сейчас на транспорте России более еще масштабные разработки будут представлены. Но я хотел бы остановиться на том, вообще вот какую суть в себе, на наш взгляд, заключает юнибайк. То есть это действительно, на наш взгляд, Сергеем Анатольевичем. И те ребята, которые нас поддерживают сейчас, мы проводили, так скажем, политработу, по политкорректности, чтобы все ребята, которые в блокчейн направлении работали, стали в первую очередь, естественно, понимать и понимать вектор, куда мы развиваемся вообще, применяя технологию Skyway именно в сфере блокчейн. И, естественно, им всем интересно те транспортные приложения, которые будут обеспечивать юнибайк. И им интересен юнибайк в качестве пользователя, именно как пассажира, то, что мы с вами испытываем, но как программистам им интересно, насколько большой мир цифровой экономики дополнительный можно создать именно в применении только одного вида подвижного состава. И это действительно колоссальный мир, друзья. Сюда может быть включено, ну, если не все, то фактически все. То есть это и медицина, это и образование, это и, естественно, все области, которые сейчас находятся, то есть прозвлекательная область, соответственно, вы можете в юнибайке перемещаться, смотреть ваш любимый фильм, слушать вашу любимую музыку. Причем юнибайк, и внутри юнибайка система искусственного интеллекта, которая в будущем обязательно появится. То есть мы можем раскрыть тайну, почему мы назвали Сергеем Анатольевичем Юник. То есть эта идея была именно на интернациональный манер, то есть это не то, что русские народные сказки и так далее. То есть это United Creature. Это объединенное существо. Существо, объединяющее в себе различные мыслительные процессы и координирующее действительно совершенно различные приложения внутри юнибайка. Это если смотреть на примере только юнибайка. Вообще то, что сейчас происходит на производстве, в том числе и то, что Александр Сенкевич рассказал на производственной площадке, то есть я думаю, что все обязательно посмотрели репортаж. Я с огромным удовольствием посмотрел такой вот пилотный выпуск о производстве именно. И рекомендую всем посмотреть также, потому что PETA человек высочайшего уровня. Многие разработки специального конструкторского отдела, которое возглавляет Александр Сенкевич, они ведутся в секретном направлении, в секретном режиме. То, что сейчас интересует всех по высокоскоростному направлению, уже спроектирована давно, так скажем, относительно высокоскоростная трасса. Сейчас уже буквально создается, и мы видели такие вот первые взмахи именно в железе на, что касается юнилета, то есть по срокам, если говорить про осень 2018 года, то есть осень, зима, действительно при достаточном финансировании можно будет запустить и трассу. И мы искренне надеемся, что это уже будет трасса целиком заточенная на применение в том числе технологии блокчейн, потому что вообще в будущем, на наш взгляд, Сергеем Анатольевичем проектировать трассу, там сенсоры и так будут присутствовать, так как Анатолий Эдуардович уже сказал, что вот на высокоскоростной трассе, совмещенной с городской пассажирской трассой, уже сенсоры присутствуют на промежуточных опорах. Просто вопрос в их применении, какие данные они сейчас собирают. Но, друзья, это будущее, хотя и не такое далекое. Но что меня поразило, и действительно я очень люблю аналогии, друзья, это лично мой взгляд, и вы таким образом можете вообще вот объяснять суть того, что закладывается в то блокчейн направление, которое сейчас создается. То есть Александр Сенкевич рассказывал про станок ЧПУ. И чтобы работал станок ЧПУ, вначале все нужно спроектировать непосредственно в инженерном бюро, либо в инженерных бюро. И, соответственно, далее перед тем, как это попало на автоматизированное создание детали в станке ЧПУ с числовым программным управлением, соответственно, технологи все это приводят в вид, чтобы станок ЧПУ это все понял. То есть чертежи, они уже перерисовываются в 3D, различные процессы именно переводятся на понятный язык для станка. И это огромная работа, которая занимает самое длительное время. И только после этого уже все полученные данные, в которых нельзя ошибиться ни в коем случае. И эти данные, если исправлять, то детали могут быть выполнены не должным образом, не с должным качеством. Только потом это уходит все непосредственно на автоматическое производство на станке ЧПУ. Так вот, многие спрашивают лично меня и Сергея Анатольевича, то, что и мы открыто говорим, что мы говорим нефиксированные сроки, как и по потенциальному запуску вот этой платформы, так и концепт сейчас. Ну, вообще вот скоро мы полгода как активно занимаемся прямо вот уже разработкой и так далее будем праздновать. Ну, в кавычках, конечно, праздновать, потому что тут не до праздниц. Кто понимает что-то в GitHub, когда он подкроет, а кто-то уже нашел GitHub, то есть мы не скрываем GitHub, просто ссылку в открытом доступе не даем и увидят, насколько много задач уже выполняется буквально за день. То есть, если раньше это несколько задач раз в неделю там было, то сейчас по нескольку задач закрывается за один день. И, друзья, естественно, эта нагрузка будет расти. Естественно, мы это будем закладывать в потенциальное финансирование именно начала блокчейн-платформы, чтобы мы смогли просуществовать и проектировать вот эту вот именно систему, что касается блокчейн, не затрагивая абсолютно. И это только прерогатива головной компании. И никто лучше в мире не сможет сделать инженерную технологию Skyway более эффективной, чем сам Анатолий Эдуардович Юницкий, вся команда, которая помогает. Мы взяли на себя такую вот ответственность и груз создания именно проектного, уже программного модуля. Говорим о том, что, в принципе, вот, наверное, зимой уже примерно после Нового года, то есть в феврале где-то, ребята приступят уже к программированию, ну, прогонам экономики уже на реальных микросхемах и так далее. То есть это перед тем, чтобы это все потенциально переместить на потенциальную оцифровку, цифровую, уже оцифровку реальной трассы, реальной путевой структуры. То есть перед этим должна пройти действительно серьезная работа. И почему я привел действительно вот сравнение со станком ЧПУ, сейчас ребята фактически вот этим техническим отделом и являются. И я эту работу координирую. Сергей Анатольевич также максимально погружается и в вопросы концепции с точки зрения макроэкономиста. То есть здесь очень такая серьезная синергия. И скоро мы начнем уже проговаривать вообще, для чего это все создается уже в таком стратегическом видении уже непосредственно и с самим Анатолием Эдуардовичем Юницким. То есть это действительно такой продукт, который венчурный, который экспериментальный. Я бы назвал даже, может быть, наше направление, если вот экспериментальный специальный конструкторский отдел, называется отдел, который возглавляет Александр Сенкевич, то это экспериментальный такой программный проект. Программный проект по выстраиванию цифровой экономики как дополнение капитализации потенциальных проектов. И некоторые уже переговоры, которые мы ведем, выходят именно в логику и в желание получения именно продукта комплексного, который совмещает и реальную экономику, то есть окупаемость от перевозки, пассажиров, окупаемость от перевозки, товаров, грузов от туристического применения направления, так и в программном применении и, соответственно, то, что капитализируется в виде цифровой экономики. То есть в будущем вполне возможно, вот наши энтузиасты, дизайнеры, уже в будущем мы, на сайте вы увидите, то есть у нас прямо под главным экраном будет такое вот изображение, как видим синхронизацию цифровой реальной экономики. То есть в будущем вот эту фотографию можно будет напополам даже разделить и один мир представить именно в виде такой проволоки, то, что он действительно цифровой. Возможно, это мы и сделаем, если будет на то свободное время, либо у энтузиастов, либо у дизайнеров, у дизайнеров, я повторюсь, потому что сейчас действительно даже дизайнеры начинают работать над этим направлением. И, друзья, многие задают вопрос по поводу высокоскоростного модуля, высокоскоростного направления. Я подтвержденно пытаюсь это выпытывать у Виктора Бабурина. Раньше информации давалось намного больше, но сейчас, так как информация весьма деликатная, друзья, и что значит деликатная? Это значит то, что планы настолько можно нарушить, если узнают информацию конкурента, что эту информацию нельзя разглашать публично. Мы достаточно этой информации разгласили публично. То есть то, что касается штата Джархан, штата Тхамсала, даже суммы были озвучены. То есть что касается штата Джархан, это в Индии больше миллиарда долларов проекты. Если приплюсовать потенциально, что проекты будут оцифровываться, то это еще сверху можно добавить. Но сколько добавить, это покажут только первые проекты и только первые испытания, прогоны экономики, хотя бы ходовые испытания цифровой экономики, именно программного фреймворка и модуля. Но, друзья, сейчас мы переходим на тот этап, что нельзя разглашать такую информацию. И даже мы с Сергеем Анатольевичем эту информацию абсолютно не знаем. И на самом деле мне от этого даже проще спиться, потому что если бы я знал эту информацию, то был бы соблазн ее рассказать. И не спорьте сами с собой, потому что если бы мы знали эту информацию, все равно это в каких-то приватных переговорах просочилось бы. И потом, соответственно, это могло вылиться неизвестно во что. И поэтому действительно много очень конфиденциальной информации. Что я могу сказать, как намек, который был получен под представителей головной компании, то, что были получены очень интересные предложения уже по проектам высокоскоростной трассы. И эти предложения рассматриваются, какие-то отбрасываются сразу, какие-то просматриваются, потому что действительно высокоскоростное направление это та максимальная капитализация на сегодняшний момент, по сегодняшним меркам. Мы не говорим о Sky-сервисе, о сервисной линии, мы не говорим о том, что Unibike может стать соответственным устройством покруче, чем сегодня мы держим смартфон, то есть это уже устройство, пространство транснета, не мира интернет-вещей. И вообще, по нашим суждениям, это лично мое предположение, моя теория, что действительно пространство транснет может быстро догнать мир интернет-вещей, потом сравняться, быть несколько, может быть, месяцев, может быть, полгода наравне развиваться с миром интернет-вещей. То есть это присоединение девайсов. Я уже говорю, когда проекты запустятся. И далее уже перегнать и полететь, как говорится, далеко вперед. Это действительно возможно, потому что сейчас то, что касается мира интернет-вещей, это все-таки разрозненная сеть. И действительно ее как-то объединить в объединенном пространстве невозможно на сегодняшний день, потому что все сейчас пользуются смартфонами, мобильными телефонами, есть чайник подключен к интернету, есть роботы-пылесосы, которые подключены к интернету. Я лично привержен консерватор. У меня есть робот-пылесос, но он не подключен к интернету. Я не вижу смысла покупать модели, подключенную к интернету, к Wi-Fi. А вот новую модель Unibike с заложенными новыми функциями, именно транспортными приложениями, элементами, которые будут разрабатывать различные команды, но утверждать, подтверждать и принимать или не принимать будет только лично Анатолий Эдуардович и только головная компания, потому что это действительно такое вот публичное пространство, но которое заточено и создается под конкретную технологию. Потому что сейчас вот с крупными инвесторами мы ведем переговоры, именно вот из блокчейн-сферы. Я могу сказать честно и открыто, друзья, я не веду переговоры вообще по поводу инвестиций в нашу платформу с теми инвесторами, которые не из блокчейн-сферы, потому что ориентация именно на запуск платформы это все-таки блокчейн-сфера. И, естественно, на первые адресные применения платформы SkyService, что мы закладываем при реализации этого направления головной компании и инженерном проектировании. И причем это можно оценить, можно оценить с учетом той оптимизации, которая сейчас уже есть. То есть это те решения, которые были найдены по SkyService, на которые можно затрачивать года, месяца. И это действительно оптимизация, это нужно заложить в оценку интеллектуальной собственности, именно SkyService направления. Но, естественно, SkyService направления это в логике строительства Экотехнопарка будет не какое-то дополнительное направление, это будет привлечение дополнительной капитализации именно в Экотехнопарк. Так как примеров оптимизации расходов было достаточно много, то есть это начиная от получения Гранта про ООН за зелененные крыши. И примерно, ну, я не буду говорить цифры, потому что, друзья, я могу сказать, сейчас тролли рассматривают наш вебинар даже не под лупой, но под микроскопом. Причем под микроскопом большой мощности. Поэтому я эту цифру не помню и не буду ее говорить. Но достаточно значительная оптимизация расходов была достигнута за счет применения ноу-хау юнитского зелененные крыши. И по SkyService уже такие ноу-хау имеются и, соответственно, это оптимизация. И это не значит, что на эту сумму не нужно собирать средства. Люди будут, инвесторы, с того криптомира приобретать токены именно уже как топливо и как основной умный актив и этот актив не имеется в виду акции. Это можно сравнить со смарт-контрактом, но в нашем блокчейне как таковых смарт-контрактов не будет. То есть оставим смарт-контракты таким технологиям, как по Ethereum, Neo и так далее. То есть там логика несколько другая. И, друзья, соответственно, оптимизация действительно должна закладываться и в это то, что с оптимизировано, оно может быть более чем обоснованно, потрачено на доработку технологии на экотехнопарке, что касается и сервисной линии, так как сервисная линия – это дополнение к существующей путевой структуре, так и ко всей технологии в целом. Потому что сервисная линия, на наш взгляд, она будет действительно как такая умная нить пронизывать все проекты, которые ее применят. И, естественно, она будет располагаться на безопасной высоте, чтобы злоумышленники, вы мне уже начали писать, чтобы злоумышленники буквально палкой не шибли вот эти скайботы, которые будут перемещаться и перемещать груз до 100 килограмм. Естественно, это все будет предусматриваться. И все, что касается именно инженерной разработки в блокчейн направлении, сейчас действительно весь этот бюджет можно направлять на разработки, на строительство, на производство соответствующих направлений на именно экотехнопарке. Таким же образом можно реализовать по той же модели с учетом оптимизации расходов. И то направление, которое будет создано, это контейнерные перевозки, то есть вы их могли увидеть в новейшей презентации, что касается именно визуализации. И, естественно, другие направления, которые уже закладываются, но можно действительно переориентировать на наш взгляд те ресурсы и тех людей, тех китов, тех крупных инвесторов с того мира, с того цифрового мира, непонятного, возможно, кому-то. Но там вращаются достаточно серьезные активы, потому что сейчас капитализация криптоэкономики перевалила уже более чем за 320 миллиардов долларов. Раньше это было, буквально несколько месяцев назад, это было 150-170. Сейчас, да, совершился такой скачок и в росте курса по основной криптовалюты биткоина. И определенные предпосылки популяризации именно блокчейн-индустрии, крипто-направления и отбрасывание вот этих скамовых проектов. Действительно, вот блокчейн-организм будет отбрасывать максимально быстро именно вот мошеннические проекты и все больше людей будут обращать внимание на те технологии, которые реально что-то создают. Но в нашем случае не просто реально что-то создают блокчейн-индустрии, но имеют реальную опору, реальную базу в виде инженерной технологии. И, естественно, сейчас вот то, что мы продумываем. Да, вот Андрей. Андрей, кстати, это у нас один из тех людей, которые вы знаете, наверное, что он машину свою продавал для инвестиций в Skyway. И вот когда я был в Екатеринбурге, он машину снова приобрел именно на криптоэкономике и снова инвестировал в разницу, естественно, в Skyway. То есть Андрей не даст соврать. Это у меня даже появится, я думаю, в видеоблоге, когда я, наконец, соберусь его запустить, потому что его нужно запускать масштабно. И там это обязательно появится. Так вот, друзья, вот таких вот Андреев, действительно, криптоэнтузиастов, их очень много. Но сейчас вектор взгляда в сторону Skyway у них не направлен. Представьте, им предлагают инвестировать в растущий биткоин, например, либо в растущий какой-то другой актив, к примеру, EOS тот же. Очень нравится мне это решение и именно технология, на которую мы рассматриваем как потенциальную миграцию, когда они подготовят продукт, до тех пор, пока мы не созрели, не выросли для создания своего блокчейна. И действительно, как бы они будут инвестировать в эти активы. Но когда мы им объясняем, что действительно, для чего здесь блокчейн, в оцифровке проектов, в сенсорах на путевой структуре и так далее и тому подобное, то взгляд вот так вот сразу поворачивается. Опа! А существует еще платформа, которая занимается оцифровкой инфраструктурных и транспортных проектов и существует самая интересная технология, без которой платформа сейчас не сможет эффективно существовать. То есть это, друзья, синергия, это такой продуманный маркетинг в том числе и позволит обратить внимание миллионов людей на технологию Skyway, на именно вот уже логику оцифровки проектов. И посмотрим, возможно, даже крупные инвесторы придут в начале и в логике оцифровки проектов. Нам это на руку и так, и этак, друзья. Потому что все равно время крупных инвестиций настанет. И мы уже не считаем крупные инвестиции там, допустим, полмиллиона долларов, один миллион долларов, два миллиона долларов. То есть это уже не считается крупной инвестицией. И вот спрашивают, один стетап наступит или нет. Ожидаем мы определенных событий, друзья, от наших европейских коллег. Но, естественно, мы скажем по факту. То есть тут мы будем учиться уже у Виктора Бабурина, будем говорить по факту. Скажем, что инвестиции пришли в тот или иной момент, день, чтобы нас тролли, рассматривающие нас под микроскопом, за язык не тянули. Но я заблокировал ВКонтакте, наверное, человек 10, то есть таких вот активных троллей. И одно из информационных полей по блокчейн-платформе и по вообще вот новостям в Skyway у них заблокировано. То есть именно на моем аккаунте, на моей страничке они не смогут ничего писать. Но, друзья, они тоже растут. И в будущем, кто знает, может они с темной стороны перейдут все-таки на светлую. Особенно радуют и веселят те тролли, у которых на аватарке расположен, допустим, подвижной состав, который как-то сравнивают вообще с технологией Skyway. Если я не ошибаюсь, господин Узлов имел отношение к этой монорельсовой дороге, которая вроде бы, я всегда буду добавлять такие слова, вроде бы, и потенциально я очень люблю добавлять. Сейчас вот буду добавлять, я все точно не помню. Вроде бы в Беларуси также было продемонстрировано. И мы действительно переходим уже на такие этапы, когда нужно меньше говорить, одновременно больше делать. И более того, что касается нашей разработки, она будет абсолютно открытая, но разработка и проработка адресных проектов, именно что касается головной компании, и это оправдано, потому что это ядро, ядро будущего шестого технологического уклада. оно должно быть максимально закрыто. То есть у нас будет публичный открытый блокчейн, если кто-то сможет написать программу, допустим, опережая время того же искусственного интеллекта United Creature, то есть Unica нашего, пожалуйста, и если Анатолий Эдуардович это одобрит, то примем блокчейн, именно вот что касается Transnet Space, и будет этот продукт использоваться. Естественно, это все будет использоваться на том базовом активе, который закладывается изначально. Друзья, вот такой краткий экскурс. Мы все равно будем несколько останавливаться на технико-экономических вебинарах, потому что это тоже экономика, это только цифровая экономика, но я могу сказать, что огромная работа проделывается в инженерном направлении, непосредственно в головной компании, потому что посмотрите на видео то, что у нас было касаемо приемки элементов разворотных колец, именно грузового направления. Это, друзья, это просто, на мой взгляд, очень сложное инженерное решение и очень сложное производство, которое сейчас у нас находится на аутсорсе, но я думаю, что спустя некоторое время и подобные сложные конструкции мы будем уже создавать на наших производственных площадках. Ближайшее то, что появится, как озвучил Александр Сенкевич, это токарные станки с числовым программным управлением, потому что в наших подвижных составах деталей очень много именно как говорится, деталей вращения из замечательного всем известного технарям предмета, как детали машин, то есть различные валы, различные колеса вращения и так далее и тому подобное. То есть производство действительно расширяется, производство растет колоссальными темпами и если вы не замечаете к примеру изменений на легкой трассе, какие там могут быть сейчас изменения на городской пассажирской совмещенной с высокоскоростной, это не значит, что изменений на экотехнопарке нет, потому что сейчас реализуется грузовое направление и я думаю, что в будущем уже скоро начнут устанавливать вот эти вот разворотные кольца именно грузовой трассы, которая окончательно дополнится, когда будет уже поставлен погрузочно-разгрузочный модуль именно при недостаточном финансировании всегда друзья будем повторять такой момент, но все равно это не мешает нам всем действительно заряжаться фактически каждый день идеи Skyway, развивать этот проект, строить Skyway, спасать планету, давать дорогу мир транснету, но мы со своей стороны как криптоэнтузиасты, как именно такие вот цифровые уже деятели, которые приняли эстафету от инженерной технологии в надежде синхронизации уже говорим, что мы должны объединиться, то есть все программисты, все разработчики, которые смогут помочь направлению как платформы, так и естественно в первую очередь Skyway, потому что платформа не может существовать Skyway, мы должны объединиться и мы объединимся и вы не представляете какой синергичный продукт, действительно следующая сеть за интернет в полном воплощении ее появится буквально если говорить в рамках технологической сингулярности очень-очень скоро, супер скоро, строй Skyway, спасай планету. Сергей Анатольевич, вам слово. Друзья, приветствую еще раз, спасибо, Алексей. Видите, друзья, я всегда сам с большим интересом слушаю и Алексея, и анализ, который происходит, который он делает. сегодня, как вы уже заметили, мы несколько меняем и стиль, и подход к ведению информации, потому что, друзья, идет время, меняется время, поэтому меняются подходы, которые мы сегодня делаем. с практической точки зрения количество конференций и встреч и всего остального у нас, и начиная с декабря, и с января, только увеличится, потому что идет большое количество встреч с инвесторами, которые хотят войти в Skyway, которые ищут информацию Skyway, которые хотят получать информацию непосредственно от людей, которые давно и серьезны в этом проекте. Поэтому все, что связано с региональными конференциями по России, по странам Европы, сейчас добавляются уже конференции, которые готовятся и проводятся уже по всему миру. Сейчас часть директоров у нас в Бразилии, где также запускается уже именно отделение работы Skyway капитала и направление именно выстраивания структур для того, чтобы инвестировать в Skyway. Сегодня выстраиваются как раз уже работа связанная с адресными проектами и в Бразилии и в Латинской Америке мы увязываем сейчас всю эту работу, которую начинали там несколько месяцев назад. Все это, друзья, идет полный ход. Умный дом начали строить в Экотехнопарке. Да, умный дом начали строить в Экотехнопарке. Идет строительство полным ходом и я думаю, что по весне уже будем праздновать новоселье. Что с механизмом инвестирования по Индии? Вячеслав спрашивает. Инвестированием по Индии все в порядке. Готовим. Готовим. Поэтому, друзья, давайте с 7-8 декабря ждем кто сможет в гостином дворе в Москве на выставке Транспорт России. 9-го 10-го у нас будет конференция нашего Skyway Капитала фонда в Измайлово в комплексе. Естественно, что, друзья, основные репортажи и Перископи и в Фейсбуке будем укладывать. То есть, этого никто не отменял. Поэтому работу по развитию и продвижению дальнейшего только продолжаем, потому что на сегодняшний момент другой альтернативы, кроме как сегодня строить Skyway и спасать ни у кого нет. Поэтому, друзья, хотят это наши недруги, не хотят это наши недруги, хотят это наши злопыхатели. Мы, друзья, это делали, делаем и будем делать. Соответственно, все, что сегодня дополняет и помогает развитию проекта Skyway, мы будем дополнять, запускать и делать. Как мы уже говорили, что начиная где-то с начала декабря мы активно выйдем уже обсуждение именно экономики токена, то есть экономики цифровки проектов и создания именно цифровой экономики, как мы называем, токенизации. Все это, друзья, направлено только на то, чтобы проект Skyway более активно развивался, чтобы адресные проекты выходили и готовились уже к запуску и мы с вами сеть Transnet, которую мы с вами уже строим, чтобы по ее развитию все процесс набирал и набирал обороты. Поэтому, друзья, давайте, опять же, мы не выходим сейчас и не говорим на подведение итогов, для этого у нас будет время, для этого у нас будут специально отведенные задачи, которые нам надо будет проанализировать, что сделали и что еще предстоит сделать. На сегодняшний момент, друзья, еще раз давайте друг друга поздравим и друг другу очень серьезно пожелаем движение вперед, связанное с годовщиной запуска именно проекта Skyway в том плане реализации, как он вышел в сегодняшнюю уже стадию, о том, что год назад запущен первый подвижной состав и 29 ноября для нас это как, наверное, день космонавтики для космонавтов. Хотя, сегодняшняя космонавтика она уже переходит в новую стадию и сегодня уже ведутся и переговоры и понимание возникает того, что именно следующая сеть, которую будет создавать инженерная школа Юницкого, это как раз и есть будущее космонавтики. То, что мы сегодня готовим сначала низкоскоростные эстакады, скоростные эстакады, потом гиперскоростные, это и есть закладка той новой системы, которая со временем позволит уже как раз выходить на общепроводную практику. Это, друзья, в развитии, для того, чтобы, сегодня уже идут первые предварительные анализы уже этой космической экономики, то есть сколько она будет генерировать УВПФ, а сколько она обойдет в строительстве, как для того, чтобы понимать горизонты развития, которые сегодня есть. Это, друзья, тоже вполне закономерный процесс, потому что горизонты планирования, и вообще, как мы говорили, развиваясь по системе горизонтов, это когда доходишь до одной цели, на этом не заканчивается, открываются следующие задачи, и они идут до бесконечности, поэтому мы в этом плане горизонты всегда расширяем, а подходим мы уже непосредственно исходя из реализации дерева целей, то есть, когда к определенной задачи, к определенному времени решается огромное количество одновременных задач. Такой точкой у нас был Экофест 2017 года, следующей такой точкой будет Экофест 2018 года, потому что сейчас распараллеливаются огромное количество задач, чтобы именно быть сведенными к этому моменту, и в 2018 году на Экофесте мы с вами увидим огромнейшее количество новых технологических решений, которые естественно все идет к тому, чтобы интерес к технологии только возрастал, и заказы, и потенциальные инвесторы, которые готовы инвестировать непосредственно в проекты с использованием технологии, чтобы их количество только увеличилось. Это, друзья, как раз та работа, которая зависит от нас, и в этом плане я могу сказать, что все развивается самым-самым активным и бруным образом. Ну что, друзья, давайте на этом мы с вами прощаемся. До тех, кто будет на Транспорт России 2017, надеюсь, что увидимся лично. Для тех, кто не сможет приехать, будет и вебинар, и трансляция в Перископе во все три дня, и 6, и 7, и 8, будет обязательно трансляция и с нашей конференции. В этом плане, друзья, мы абсолютно информационно открыты, мы все показываем. И еще раз, друзья, что все репортажи, которые идут с головной компанией, с демонстрацией транспортной технологии, друзья, мы занимаемся только информационным сопровождением, тем, что показываем, комментируем, объясняем, дополняем и показываем перспективы, чем интересно входить именно в проект Skyway. Ну все, друзья, давайте на этом будем с вами прощаться. строй Skyway, спасай планету. Мы объединяем мир в друзьях. Это наша реальность. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok